Фермеры тоже проявили творчество и вместе с портными придумали пальто для буренок. Уникальный фасон зимней одежды сшили для недавно появившихся на свет рогатых. И все для того, чтобы не заморозить малышей в крещенские морозы. О модной новинке Евгения Пшеницына. Тихо, тихо. Не бойся. Раскигнули. Сейчас ножки оденем. Обновке зимнему пальто эта буренка не рада, она же не конь. Но сопротивление бесполезно, говорят животноводы. Дресс-код для питомцев на этой ферме вели не красоты ради, а здоровья для. Позволяют теленку более комфортно себя чувствовать в экстремальных зимних условиях. Потому что здесь температура бывает и до минус 30, и 5 опускаются у нас. В такие накидки здесь одевают всех новорожденных телят. Фасон, признаются скотники, они подсмотрели у северных коллег. Без пальто младенцам было бы совсем холодно. Телят уже во второй день жизни переселяют на улицу, чтобы укрепить их иммунитет. Малыши живут в индивидуальных домиках. Утепленных снегом и соломой. Даже в самые суровые морозы там всего минус 5 градусов. Разница температуры внешней среды и в домике, и температуры улицы составляет 10-15 градусов. То есть, если вот даже туда засунуть руку, то есть там в домике достаточно тепло. Только что родившийся коров в тепле нужно держать с ног до головы. Шерсть у них еще не густая. Без одежды животным не обойтись. Телячье полупальто сшито из плащевки и утеплено синтепоном. Помимо своего основного назначения, костюмчик должен сидеть, считают животноводы. С помощью вент на липучках он подгоняется под фигуру любой рогатой модницы. В Арамильском ателье дошивают последнюю партию пальто для буренок. Говорят, такого заказа у них еще не было. 200 одежек, почти без застежек, швей краили около месяца. Для человека все же по фигуре подгоняется. А у телят нет талии. Поэтому для них все одинаково. Впрочем, шить пальто для человека сложнее, говорят закройщики. В коровьей моде главное – прочность и удобство. Хотя можно и с цветом поэкспериментировать. В этот раз мы шьем черное, а летнее, возможно, будем шить какие-нибудь цветные, красивые, желтенькие, в цветочек. Носить пальто не снимая буренкам предстоит примерно до апреля. Сейчас на ферме подумывают, чтобы приобрести коровам еще и валенки. Можешь кидать все равно, но их можно. Евгения Пшеницына, Руслан Шарафудинов. Новости 41-го канала.